Выставить мои работы в этих, можно сказать, государственно значимых стенах. И, Владимир, мне спасибо вам. Огромное спасибо сотрудникам выставочного отдела. Они, как добрые ангелы, помогали мне очень и очень. И, Владимир Николаевне Осиповой, и Людмиле Александровне, которая просто вынесла на плечах всю эту выставку. Огромное спасибо. И вам, моим друзьям, коллегам, художникам, моим близким друзьям, родственникам, моим самым добрым друзьям. Огромное спасибо за то, что вы зрители сейчас на этой выставке. Для художника очень-очень важно то, что он в одиночестве состоит в мастерской. Конечно, там не помогает сады, мщиков. Не занима. Каждую минуту вы будете отдельно там. Но все-таки, когда работа выходит из стены в мастерской, и они в зале, в выставочном зале, и приходят зрители, это самый важный момент в жизни художника. И вот это наше общение для меня очень и очень важно. Спасибо. Слово предоставляется искусствоведу Академику Российской Академии Художеств, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, члену художественного и экспертного совета Российского фонда культуры Татьяне Петровой Скорбогатовой. Дорогие друзья, вы знаете, есть такая маленькая мудрость, что все смотрят, а художник видит. И это на самом деле так. И очень важно, что он видит. Один художник видит природные мотивы, три векоза под окном, и пишет этот природный мотив. А другой художник пишет тонкие меры. И это, пожалуй, самая сложная задача. Потому что, как у результатов 7 нот, так у художника 7 красок, а рождается либо большое фатальное полотно, либо взграбное произведение, либо произведение, исполненное действительно тонкого и очень сложного смысла работы души. И вот я сказала бы, что у Елены необычайная окрыленность души. И вот эта окрыленность, она, вы обратили внимание, действительно, на картину, с амплитами, у нее так много, так много есть, что сказать. Ведь одно дело, просто изображать, а другое дело, что-то сказать, зрители. И вот этот тон, и вот этот мир, она несет через всю свою жизнь. И очень разнообразно это может быть действительно что-то связанное с тем этапом, когда она дружила с Аврой Ющиковым, когда проблемы реставрации в России, которые чрезвычайно актуальны, и очень многое отпечаталось в ее сознании, и сейчас это мы видим в ее картинах. И, конечно, очень важно то, что у нее есть еще социальный аспект. То есть при всей этой окрыленности духа есть еще очень важная, важная потребность сказать то, мимо чего в жизни пройти нельзя. Это было связано с проблемами ее семьи. и очень хорошо мне показалось и интересным активным державаться в этом смысле. Я хочу вам сказать, что у Елены, может быть, кто-то не знает, этот год июберейный. И вот эта выставка, она такое своеобразное, небольшое, может быть, отчет перед самой собой за то, что сделано. Но я думаю, что это еще замечательный старт тех выставок, которые пройдут в этом году. Мы, наверное, все вместе пожелаем ей огромного успеха и не сомневаемся, что он будет. Спасибо. Слово предоставляется члену Союза художников, члену Союза искусствоведов, руководителя были вместе Натальей Никитичной Собовой. Пока что, мы, наверное, субтитры субтитров. Спасибо. Я, прежде всего, хочу подарить всех нас, Ленчик, против себя, с тем, что на самом деле вы здесь совершенно верно было сказано, что каждый выставок в этом году о намеке отчет, после которого художник можно в день посмотреть на себя со стороны глазами зрителя. Ведь на самом деле произведение искусств пока было сделано художником и еще не имелось удивительства, оно и не отхочет. Оно не имеет какого-то продолжения. Произведение искусств наращается только в диалоге с отряда, для никого-другого. И поэтому я поздравляю с отряда, что, конечно, Лена, во-первых, кроме того, что она по художественному скажу немножко позже, и сейчас, конечно, она еще очень активный и деятельный человек, общественный, а всеми общественные действия. И, конечно, в этом плане она достаточно достоинная ученица Саакаренко Вячеславовна, потому что он был человек, который аккумулировал вокруг себя целый некий пласт дум, чаяний, впечатлений у большого количества народа и что-то переносило, очень много было открытий в духу. И, безусловно, Лена, тот человек, который подхватил это все и держит это все в таких своих, в общем-то, казалось бы, хрупких, но очень надежных руках. А на всех не всегда дальше и это замечательно и хорошо. Теперь несколько слов о живописе вот, что я бы хотела сказать. С ту пору, когда мы смели росли, взрослили и впитывали в себя все те как бы ценности художественного мира, которые нам предоставлял мир, наше окружение, то мы знали, что комплексионисты это самые лучшие художники на всем белом свете. И вообще как бы задача свето-воздушные цветы была прямо как бы во главе была почти у всех художников. Во всяком случае, с импрессионизма как-то начинающему художнику было как бы никуда не деться, потому что это обязательно нужно было светофортировать. Летно же тот человек, который не столько впечатлений руководствуется создание живописи, а сколько такими теми установками, которые живут внутри ее, независимо от того, что она хотела бы или не хотела бы. Это как бы не... это правда, длинка, как перед комплексом, это правда, какая-то установка, которая идет где-то очень глубинно, вот как везде это Денеобразно выступил, очень удачно, на мой взгляд, названной памятник. Это то, с чем она не может, не готова и не хочет ни разу остаться. Эти установки, они где-то глубоки, они, безусловно, связаны с теми ценностями, которые мы отставили и по сегодняшний день, как мы все знаем с вами. И это все очень как-то важно. Это все вдруг выразилось в символах, в каких-то предметах, все-таки в значениях, которые каждый из нас, надо сказать, расшифровывают с легкостью, потому что это, безусловно, во всех нас есть. И я желаю, Лен, тебе дальнейших успехов на всех твоих будущих. Я очень рада этой выставке, очень поздравляю стать с ней. Желаю как можно больше почитателей твоего искусства, как можно больше почитателей от себя как личности и общественного действия, как и дорогого, и вообще как красивая женщина. Слово представляется президенту благоскорительного фонда Всемирный фонд искусств Федорову Федору Пунипатевичу. Добавляйте. Держите. Продолжать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КАЙТИ АПЛОДИСМЕНТЫ КАЙТИ Очень-очень КАЙТИ Я вас Собожен. На самом деле я родинский человек. Я ощутил это, когда вместе работали и сделали первой очень постепенно вновь эти пункты. И я повесил невероятную энергию, невероятную дизиатку и невероятной аукой притвор в общественном человеке. Я поздравляю вас и буду на любви за то, что он поздравлял нас с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется Искусство Ведов Академику Европейской Академии Естественных Наук Заслуженному деятелю Искусства Российской Федерации Гинзбургу Григория Николаевича. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, уважаемые и дамы и господа. Один набор тех интеллектуальных лиц, которые я вижу перед собой, говорит о самом художнике. Собрались самые интересные, самые интеллектуальные, самые творческие люди пришли и сказали, мы не можем пропустить выставку Елены Григорьевны. И это правда. Почему Елена Григорьевна в своей философии поднимается до обобщения нашего сложного, неповторимого мира. Иногда даже некоторые люди, которые выступают с большими речами, как бы сложно обобщить то, что происходит. Елена Григорьевна в своем творчестве поднимается и через образы, через символические образы говорит с нами напрямую и говорит прямо, говорит сурово, говорит раптиво то, что нас окружает. Хочу сказать очень удивительные образы, которые, конечно, близки, близки и разным религиозным искусствам, и разным, специально не выписываются лица, не формируются какие-то конкретные. Это образы, образы всего, образы человеческого, образы главного. Композиции, которые представлены на этих работах, очень интересны. Они плоскостны и в то же время глубокие, разнообразны, плоскости меняются, встречаются, переворачиваются, и в этом есть наше время. Есть то, о чем мы думаем, это мысли, которые у нас питают, и когда мы приходим, мы их обнаруживаем, видим и сопереживаем. Поэтому, дорогая Елена Григорьевна, дорогие фрегиумы, как бы сказать, да, члены, поздравляю Елену Григорьевну с наступающим юбилеем и считаю, что, конечно, это мысль в столь значительном сайт, это большое престижение. Поздравляю вас. Слово предоставляется заслуженному художнику Российской Федерации, президенту Евразийского общественного союза Леониду Александровичу Феодору. Дорогие друзья, мне очень интересно присутствовать на выставке замечательного художника, еще более замечательного человека, друга, который всегда поможет, и мало того, человека такой энергии, которая позволяет вдохновляться этой энергии и наполняться то, что мы видим на этой выставке, это, безусловно, в первую очередь духовная выставка, потому что, как вносит код Елены Баловских, это нам в прошлом была, в смысле, ее предки иконописцы, и это чувствуется во всем, и, наверное, не случайно, что и Савва Ефимчиков, который занимался реставрацией, он является тоже его духовным наставником, потому что каждый образ, который мы видим, в первую очередь он одухотворен, а во вторых если он не прописан действительно ли, это как бы начало-начало того, что дает нам русская культура, то есть первоначально было слово, и это было слово Бог, и вот Бог как раз присутствует во всем картинах Елены Баловских, я поздравляю ее и нас с этой великолепной выставкой, потому что мы видим замечательного художника, большого художника, и еще замечательного друга, спасибо. Уважаемые дамы и господа, слово для выступления предоставляется актером театра и кино народному и заслуженному артисту Российской Федерации Юрию Владимировичу Назарову. АПЛОДИСМЕНТЫ Утверждали все они в одном значит сейчас скажу Рочков в Санкт-Петербурге да, мы другие вот что и этим векам дорожим разве, если что святыни у нас и оплоды и им что в привычку с мечом за добром за чужим нам за свою за одно и ложится на год наших младенцев в топтаре копытом коня в избах сжигали утюга не заставала мы их младенцев фрискуя собой из огня из-под бомбежки тащили гребенцы в ватт это вот про нас почему мы правильно мы с вами вот теперь дальше Россия сейчас господи да вскоре казар Борис Николаевич Куликов сейчас господи а что такое Борис скажи с чего начинается Куликов Россия ни у кого пощады не просила другим прощала месте не дая любовь моя и боль моя Россия тревога каждодневная моя когда качала планету гонский ток подошел восток в немыслимый разбой шарахалась надменная Европа и пряталась сранит тобою когда свинцов нырвались дучи и грабыхала западная гроза глядел на стол с надеждой на могучей во все свои роскошные глаза ты всех спасала принимая руку великое и в звездах и в Христа ты первая протягивала руку поверженному помогая встать березка вся в стегах сибирских русских вся в жилках сибирских животных загадочная только не для русских одна незакончиваемая болезнь тяжелыми ногами выбирая угрозы враги врагскую ложь двужильно по-куратски напрягаясь и всю планету за собой и еще маленькая страсти шеф иван лысок как солнце небе не присвоить как небо не прибрать к рукам так и Россию мира ссорить и одолеть ее врага вот чему я не особенный день 22 июня да и год у нас тоже 22 и эти потрясающие стихи что Россию никому не одолеть они сейчас очень ракуальные особенно в этот день мы помним что произошло через 4 года после этого дня 8 и 9 мая как лековала весь мир и как лековала Россия и мы надеемся что вскоре то же самое произойдет я хочу на одну секундочку пригласить к микрофону отца Александра чтобы он благословился и нас благословил истоком ну что друзья конечно же это не просто выяснили а это на самом деле это храм потому что она взрывает не только влачу линии наши а вот сквозь эти линии смотрят на нас святые смотрят на наши бытие ангелы и сам Господь и художнику бы было в общем-то особое призвание отражать невидимый мир через зримое то что мы можем ощутить нашими этими глазами идут зритие открыть то невидимое что художник чувствует и это не просто великий дар это великие служения и каждому художнику дается вот эта лестница в небо и каждой этой лестнице восходит до конца то что ему предназначено но точно знаете что вы приближаетесь к решению и столько не просто зритель больших великих художников на этом близком кедра знать не просто уважение а самое главное это наша любовь и к вам и к тому духу который вас животворит вам огромное спасибо за то что вы нас пригласили то что вы экспонируете в Москве эти замечательные полотна я надеюсь в туле поистай должен прийти к тому миру который открывает эти замечательные работы благословения вам спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ